Друзья, приветствую! Сегодня наша тема звучит так. Почему перманентный макияж не прижился, не взялся, цвета мало, он не проявился, сошли корочки, а под ними ничего? Где же цвет? Меня зовут Феонева Татьяна, я эксперт в перманентном макияже, работаю уже более 12 лет и знаю про перманентный макияж абсолютно все и расскажу вам. Что же происходит с кожей, когда мы нанесли перманентный макияж? Мы сейчас видим кожу в разрезе и у нее есть несколько слоев. И когда мы наносим перманентный макияж, мы работаем с эпидермисом, но наша задача уложить пигмент дерму. И когда проходит время, 28-35 дней, все верхние слои иллюминируются, обновляются и оттенок, который мы хотим внести, остается только в дерме. Получается, верхний слой, который вы видите сразу после процедуры, он весь отшелушивается. И через месяц мы приглашаем вас на коррекцию. И что происходит? Тогда мы точно видим, сколько ваш иммунитет оставил в коже краски. Потому что пигмент для кожи инородное тело и всегда ваши клетки, макрофаги придут его как скорая помощь, как полиция убирать. И когда мы сделали только перманентный макияж, он кажется сочным. Почему? Потому что он лежит во всех слоях и достаточно много его. Проходит месяц и половина его отторгается. И тогда, если мастер был грамотный и в правильную глубину заложил цвет, у вас будет примерно 50% от остатка. И далее вы делаете коррекцию, закрепляете эти 50%, добавляете еще. И у вас устойчивый результат на 1-2 года. Соответственно, вы видите красивые брови или красивые губы и они вас радуют. И вам не нужно даже наносить макияж. Если же мастер сделал технически неправильную работу, слишком аккуратничал или наоборот слишком глубоко положил. У всего этого есть последствия. Если мастер работал поверхностно, не понимая в каком слое он работает, какая кожа по типу, какую уголку надо было взять или какой пигмент применить. То через месяц все слои обновятся кожей и уже у вас в эпидермисе ничего не останется. И в дерме, соответственно, тоже мастер туда не попал. Поэтому, когда мастера, вернее клиенты нам пишут, что я вот сделала брови, прошел месяц, а их там нет. Знайте, что работа сделана слишком поверхностно и она поэтому не осталась. Второй же момент, когда мастер работает глубоко и есть явные шелушения, явные корочки, много выделения лимфы, то цвет тоже сверху в эпидермисе весь обновится, весь отшелушится. И в дерме останется холодным темным оттенком, который вас тоже не будет радовать. И поэтому вы должны, выбирая специалиста, обратить внимание на его практику. Не только на красивое портфолио, которое он показывает вам в инстаграм, но еще на большое количество практики. И заранее записываясь к специалисту, запросите у него по вашему типу внешности порядка 20 работ хотя бы, сделанных без ретуши, ранее сделанные, свежие и зажившие, чтобы он вам показал пример. Это очень важный фактор перед тем, как доверять свое лицо. А касаемо ухода, если уход был правильный, то рисунок ляжет красиво и равномерно. Если уход был неправильный, то иногда бывает так, что рисунок не остается. Но в основном иммунитет кожи работает всего лишь на остаток, давая 50%. Остальные 50% это техническая часть, которую должен качественно заложить специалист. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы, обязательно все вам расскажу. Всем желаю хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok